Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами посмотрим объявление о Xbox One на Авито. Дело в том, что в последнее время мне начали очень часто писать на тему того, что, чел, я хочу взять Xbox One с рук, нашел объявление, посмотри, все ли там нормально. Сразу скажу, что точно по объявлению нельзя сказать, все ли нормально. Можно обратить, так скажем, внимание на некоторые особенности, но проверить консоль все же вам придется лично, если вы не уверены в ней. Вообще, на самом деле, всегда рекомендую, перед тем, как вы покупаете что-то с рук, проверять. Проверять привод, проверять саму консоль, играются ли игры, консоль не забанена. В любом случае, это проверяется, так скажем, без каких-либо знаний. Работает ли привод, достаточно сунуть простой диск. Да, у консоли есть некие дефекты, которые там, типа, моя консоль отключается через час после игры. Такое тоже бывает, и как бы все не проверить. Но в любом случае, по некоторым объявлениям, можно уже сразу сказать, что так, а что не так. Давайте, собственно, посмотрим. Но перед началом ролика, хочу обратить ваше внимание на канал Evil Studio. Канал, на котором вы найдете множество игрового контента, связанного с Nintendo. Ребята делают распаковки, делятся мнением о игровых событиях и о самих играх, и ко всему этому у них есть контент об Xbox. Вот, к примеру, совсем недавно они записали видео о Xbox Elite Controller 2 версии, в котором делятся своим мнением использования спустя полгода. В общем, канал действительно клевый, поэтому советую перейти и подписаться. Переходим на Авито и вбиваем Xbox One. Ставим Россию, чтобы... Ставим Россию, чтобы нам побольше выдало и поинтереснее объявлений. И давайте смотреть. Так, пропускаем вот эти вот объявления и ищем объявление нормального человека. Натыкаемся и смотрим. Xbox One S 4K, Xbox One X 4K плюс гарантии игры и аббент. Стоит 16 тысяч. Довольно-таки странное объявление и, скорее всего, у нас компонованное. Типа, у него есть и S, есть и X. Но, опять же, очень странно, что цена одна. Ладно, давайте посмотрим описание. Так, Xbox One S 4K, Xbox One X. Окей, новый из гарантии. Куплен в конце марта 2020 по чеку. Xbox One S 1TB 4K. Зачем он пишет 4K к Xbox One S? Без понятия, потому что Xbox One S 4K вы воспроизводите только в фильмах, не в играх. Внимание, самая последняя ревизия без привода. Да, то есть это еще и SL Digital Edition, а не ESCO. Так, 1TB с приставкой отдаю топовые игры FIFA и другие игры. Распаковываюсь для проверки и установки игр за 16 тысяч. В принципе, да, с учетом того, какое здесь объявление, я бы не звонил. Потому что оно довольно-таки странное. И, в принципе, ESCO за 1TB без привода можно найти новую за 16 тысяч. А новая игровая приставка с гарантией и чеком. Мы это видим уже про Xbox One X, самый дорогой комплект, с самой новой топовой игрой. Кстати, интересно, когда это объявление было сделано. Сегодня. Нифига себе. Ну, хочу сказать, что Star Wars уже как бы не новая игрушка. Вот. И еще топовые игры типа GTA V, Ведьмак и Forza Horizon 4. Если эти игры у него на диске, это, в принципе, хорошо. Но, в любом случае, вот эти игры были по подписке. То есть, GTA V была, а Ведьмак 3 и Forza Horizon 4 оставилась, чтобы, так скажем, приобрести эти игры, вам достаточно купить подписку. Вот. Помимо игры, самые крутые подписки в комплекте. Gold, окей. Pass на 1 месяц. Мощнейшая графика и огромный жесткий диск. 1TB за 30 тысяч. Опять же, очень странное объявление, потому что новую Xbox One X можно найти за 26 тысяч. Он отдает за 30. И то не факт, что он вот эти вот коды не использовал. Короче, странное объявление. Я бы, например, не звонил бы сюда. Идем дальше и смотрим. Xbox One 25 тысяч. Давайте посмотрим. Вот, кстати, сразу видно, что живое объявление. Сфоткан на ковре. Русское. Все нормально. Тоже выложено в 17.08. Кстати, прям совсем недавно. 25 тысяч. Это вот откуда ребята берут такие цены? Ну ладно, продаю Xbox One с двумя джойстиками и четырьмя играми. Состояние хорошее. Торг. Знаете, 25 тысяч, я скажу, что это очень дорого для Xbox One Fat. Опять же, Xbox One X продают новый. За 26 тысяч парень хочет втюхать кому-то за 25 Xbox One Fat. С такими вот не новыми играми. Да, окей, два джойстика, пусть будет там 1 терабайт, допустим, да, на Xbox One Fat. Но в любом случае 25 кусков. Без гарантии, без всего, это чересчур много. Так, смотрим Xbox One. 16 тысяч. Если что, это Xbox One SL Digital Edition без привода. Продаю Xbox One S на 1 терабайт. Чек о продаже имеется. Еще находится на гарантии до 10 месяца. Если что, сейчас май и 5. Продаю в связи с тем, что нет времени играть. Комплект, приставка. Кстати, это довольно неплохое объявление. Единственное странное, что он не приложил фотки и реальные консоли. В любом случае, 16 тысяч, на мой взгляд, это дорого. Когда покупаешь с рук, лучше, опять же, купить ее за 16 тысяч новую и с гарантией на год. Xbox One за 13 тысяч. Смотрим. Кстати, почему-то мне показалось, что это Xbox 360 по этим блесткам. Сразу обращу внимание, что она кажется матовой, не глянцевой. И, скорее всего, это версия от Xbox One Elite. Опять же, она ничего такого не несет. Просто такая вот версия была матовая. Продам приставку на 500 гигов, пару дисков в комплекте. Ну, 13 тысяч за 500 гигов, с учетом того, что это фатка, и это дорого. Xbox One S 13 тысяч. Ну, в принципе, довольно-таки хорошая цена. Xbox One S 500 гигабайт, джойстик, все игры на фото. Стояние хорошее. Продаю так, как перехожу на Xbox One X. Разумный торг. Блин, Артем, 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 не хотел бы я тебе советовать сейчас, в данный момент, переходить на Xbox One X. Поскольку уже есть анонсированные игры на Xbox Series X, которые на Xbox One X, ты уже, к сожалению, не поиграешь. Но, в любом случае, это его дело. И, знаете, вот на это объявление я бы, скорее всего, клюнул. Опять же, единственное, что меня, ну, так скажем, не очень устраивает, это 500 гигов и 13 тысяч. Если бы здесь было 12 тысяч, я бы, наверное, взял бы с двумя руками. Опять же, если бы у меня не было консоли. Вот это объявление мне, в принципе, понравилось. На игры не советую обращать внимание, поскольку большинство из них есть по подписке. И, как бы, опять же, если он переходит на Xbox One X, скорее всего, этот профиль, он по-любому активирует на Xbox One X. И поэтому все вот эти игры, скорее всего, останутся у него, и вы не сможете продолжить в них играть. Но, опять же, всякое бывает, и ничего не говорю, но, в любом случае, как бы, когда вы смотрите объявления, и тут вам показывают много игр, на них бы я не советовал бы обращать вам внимания, поскольку, опять же, их могут просто у вас отнять путем изменения логина и пароля на основном профиле, с которого вы играете. Xbox One за 16 тысяч. Смотрим. 1 терабайт, версия с приводом для диска в хорошем состоянии, коробка чек. 16 тысяч. Дорого. Xbox One X за 15500. Шоколадное предложение. Ну, давайте посмотрим. В полном комплекте покупалось в конце февраля в Москве. Никаких дефектов. В принципе, вот это объявление может цепануть очень многих. Почему? Потому что Xbox One X и всего лишь 15500. Считайте, вообще, цена шоколад для этой консоли. Но, знаете, я бы, наверное, не доверился вот этой вот строчке никаких дефектов, поскольку, ну, Xbox One X за 15500, ну, будет, наверное, продавать тот, кто... Ну, вообще не разбирается. Может быть, это вообще консоль, которую подарили. Ну, это реально очень дешевая цена. Если бы он продал ее хотя бы там за 18-20 тысяч, да, окей, ну, 15500. И если там все в порядке, то это очень шоколадная цена. Опять же, как бы из-за цены у меня бы вызвало подозрение, что у нее абсолютно нету дефектов. Потому что, ну, всякое бывает. Иногда кто-то обманывает. Но, опять же, цена очень шоколадная. Давайте посмотрим Xbox One геймпад. 3000. Почему продают? В комплекте аккумулятор и провод USB. Торк. За 3000 можно найти, опять же, новый совершенно геймпад. Но, вспоминая опыт данного аккумулятора, скажу, что он иногда капец как ломается. Почему? Потому что вот у меня спустя где-то 3 года он перестал нормально работать. Да, он там подзаряжается, но держит заряд он крайне мало, очень мало вообще. То есть, в принципе, может быть такое, что этот аккумулятор просто уже мертвый. Вот. Опять же, непонятно, почему он продает этот геймпад. Его нужно будет проверять как стики, так и другие кнопки. Потому что, мало ли, у него какой-то стик просто тянет сверху, поэтому он и продает. Вот. Но, опять же, 3000 за этот геймпад это будет дорого. Так, Xbox One 16000. Смотрим. А проду Xbox One S состояние идеально работает как часы на приставке, подключены подписки и есть купленные игры. Смотрим сразу на игры и делаем вывод, что большинство из них все-таки по подписке. То есть, вот все вот эти игры, которые скачаны от электроников, а скорее всего подписка e-access. Не советую вам обращать внимание на такой список игр, поскольку вы можете купить абсолютно новую консоль и купить туда подписку и электроникарс. И у вас будут все эти игры. Если же опять этот парень хочет, я не знаю, купить Xbox One X или Xbox Series X, в любом случае, скорее всего, он вернет этот профиль. И таких вот продавцов нужно будет просить, типа, давай тогда ты пароль и логин передашь мне и я уже поменяю. Если что, ссылку на этот процесс я оставлю в описании. Сразу скажу, что это не ESCO, а Xbox One SL Digital Edition без привода. И опять же, за 16 можно найти такую новую. Ладно, идем дальше. Окей, окей, окей. ESCO 1 терабайт с играми. 14 тысяч, ну 15 тысяч, 1 терабайт. Окей. Продаем Xbox One S 1 терабайт с отличными играми. В комплекте установлены на приставке. Это полноценная модель с дюрей-приводом. Да, видно, потому что у него есть привод. Что могу сказать? Объявление прикольное тем, что любые проверки, то есть парень не боится, приезжай, проверяй без проблем. 1 терабайт, 14, ну почти 15 тысяч с приводом. В принципе, ну на мой взгляд, это нормальное объявление. И если вы заинтересованы в этом, я бы, наверное, съездил, перепроверил бы и ее и взял. Опять же, отличными играми установлены на приставке я бы вообще не обращал внимания, поскольку, опять же, можно все минусануть. Но, как бы, объявление нормальное. Ну и давайте какое-нибудь последнее объявление тыкнем просто на рандом. Вот, к примеру, Xbox One X опять за 15500. В отличном состоянии контроллер Game Pass, практически полное отсутствие шума, картинка на 4К, мощность видеокарт аналогична. RDR2 на 4К тащит и не тормозит. Странно, что Xbox One X продают, опять же, за 15500. Вот, где люди берут такую цену, я без понятия. Если что, новый Xbox, да, X в том же NVIDIA, он стоит где-то, ну, 26 тысяч. А если он реально в хорошем состоянии не тормозит и так далее, то почему бы не взять? Опять же, вот этот ценник, он, по сути, просто даром. Но, вот эту консольку я бы очень проверил. Я проверил бы привод, я посмотрел бы, играется ли она, проверил, не выключается ли она там после течения часа. Потому что 15500 за Xbox One X, ну, опять же, это слишком шоколадно, очень шоколадно. То, что вот он написал, типа, мощность видеокарты, это вот вообще по нулям. Почему? Потому что, ну, консоль это не ПК. И на это при выборе я вообще бы не обращал внимания. Вот. Потом, то, что есть геймпасс, опять же, это минус. Он истекает, лучше купить новый и, опять же, сделать свой профиль. Ну, в принципе, как-то так. Какой вывод со всего этого можно сделать? Некоторые объявления достаточно странные. Либо люди не понимают, так скажем, в консолях и продают. Кто-то дороже, кто-то меньше, чем положено. Ну, Xbox One X 15500, это шоколадная цена. Либо все-таки у этих консолей есть дефект. В любом случае, да, на такие вот объявления нужно всегда смотреть с подозрением, ну, на мой взгляд. И пытаться по приходу полностью их проверить. Привод, работает ли там консоль, не забанена ли она и так далее. В принципе, вот это вы можете сами проверить, втыкнув один диск или просто включить консоль. Если она забанена, то на весь экран у вас будет написано, типа, эта консоль забанена. То есть, не прогадаете. А насчет всяких вот дополнительных фишек по типу аккумуляторов, по типу игр, я не советую вам обращать внимание, поскольку вот игры, которые установлены на консоли, чаще всего показывают игры по подпискам. Или же те, которые, скорее всего, в будущем вас могут просто отобрать. То есть, типа, вы, например, купили консоль, там есть какой-то профиль с играми, там, допустим, дофига просто игр. Вот. Но если этот парень, да, который вам продал, захочет там поиграть на своем ПК через этот профиль, да, в те игры, которые он, допустим, купил. Или же перейти на Xbox Series X с этим профилем, да, то если он поменяет логин и пароль, то эти игры вам перестанут запускаться и просто вы в них уже не поиграете. Поэтому, скорее всего, вы купите воздух. Чтобы такого не произошло, еще раз повторяюсь, нужно делать такую фигню, чтобы, не знаю, вы тысячу раз поменяли пароль и логин на этом аккаунте, который он вам даст. Если он вам не даст этот аккаунт, то, грубо говоря, готовьтесь к тому, что вы, скорее всего, попрощаетесь с этими играми. И, опять же, не хочу говорить на каждого человека, что вот все такие плохие, но бывают люди, которые продают под предлогом того, что вот у меня на консоли много игр, бери-бери-бери, вот еще тысячу я добавлю, потому что много игр. А люди ведутся на это, покупаются, а потом вот пароль, так скажем, изменили и все, прощай, барин. Игры все-таки остались мои и у вас просто консолька. Вот. В принципе, большинство объявлений попадалось такие, что можно купить консольку новую за такую стоимость. Вот. И, в принципе, вообще, вам советую сейчас не обращать внимания на БУ, а просто уже чисто ждать Xbox Series X, если вы хотите играть в новые игры, которые уже не выйдут на Xbox One. Ну, поскольку выход новых консолей уже достаточно скоро, считайте, полгода осталось. Вот. В принципе, на этом все. Я думаю, видос был полезный. Если это действительно так, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свои комментарии, что ты думаешь на этот счет. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч.